Всем привет! В 1973 году свет увидела повесть Владимира Фёдоровича Тендрякова «Весенние перевёртыши». Сначала я посмотрел фильм Григория Аронова, который оказался прекрасен во всём. Сценарий, актёры, игра и, конечно, заложенные смыслы. В повести эти важные смыслы, как в любой хорошей литературе, вплетены в канву повествования. Тяжело их вырывать для цитат. Роман Мадянов здорово сыграл настоящего, искреннего, доброго человека. Но сам он со временем превратился в антисоветчика, отметившись ролями чекистов-негодяев в отвратительном современном кино. Вот уж поистине перевёртыш. Сценарий «Весенних перевёртышей» писал автор повести Владимир Тендряков, заслуженно получивший премию за лучший сценарий на 8-м всесоюзном кинофестивале в Кишинёве в 1975 году. Поэтому в фильме всё так же гармонично переплетено, как и в повести. И лирическая тема первой влюблённости, и конфликт с Санькой, и сложный период в семье его друга Минки, и обсуждение философских, в некотором смысле, диалектических вопросов с другом-старшеклассником. Движение – форма бытия материи. Помните? Только ты не время. Ты движение видел. Почки наберёт захода тоже движение. Я, Лёвка, твою книгу читал, и нет-нет себя ощупал. Есть ли я на свете, или только кажется. И что? Есть. Да уж очень маленький. Как будто и нет. А голову ты свою щупал? Ты не смейся, я серьёзно. Я серьёзно? Пощупай голову. Голова как голова. Лёвка, ты чего? А того. Она по сравнению со звёздами и галактиками мала, так? Сравнил тоже. А в неё вся Вселенная поместилась. Миллиарды звёзд. Миллиарды галактик. Выходит, что эта штука, уж извини, таракан, самая великая, что есть во Вселенной. Для полного счастья не хватает песни, которые нынче зовут саундтреками. Крайне удачно экранизированная повесть. Так что фильм смотреть обязательно. Повесть читать весьма желательно. Читайте и смотрите. Прогрессивное искусство. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова